Но кто ожидал такую снежную зиму в конце января? А вот сегодня и попробуем выяснить, кто из управляющих компаний и дорожных служб ждал, а главное, был готов к таким капризам природы. А кому метель в буквальном смысле стала, как снег на голову? СМИ пестреют информацией. Этот снегопад стал самым мощным за последние почти 70 лет. Машины покрылись многосантиметровыми белыми шапками, а люди не успевают очищать обувь. Последствия снегопада почувствовали на себе и пешеходы, и автомобилисты, и, конечно, коммунальщики. Когда валит и валит, поди успей все убрать. Спецтехника выехала, да только сразу с такими завалами не разберешься. В первую очередь расчищали остановки общественного транспорта и центральные трассы. Дворам и тротуарам, как говорится, досталось меньше. Вот по таким тротуарам завтра наши дети пойдут в школу. Скорее всего, снег еще ночью будет идти. Вот представьте, как нам идти по таким этим, по кордобинам. Метель прекратилась только к утру понедельника. И тогда уже коммунальщики и дорожники принялись за уборку с полной силой. Где-то пришлось убирать по второму кругу. Всего же в эти дни задействовали максимальное количество единиц спецтехники и людских ресурсов. Более 30 сантиметров снега выпало. Службы работали в экстренном режиме. Чистили, не останавливаясь. В выходные было задействовано порядка 80 единиц техники и 150 дворников. В данный момент уборка территории продолжается. Сейчас непосредственно приступили к массовому вывозу снега. На сегодняшний день вывезено более 1700 кубометров снега. Если основные трассы и магистрали более-менее убраны, то во дворах и внутриквартальных проездах ситуация хуже. Радует, что не во всех. Тут уж нельзя исключить человеческий фактор. Какие-то управляющие компании подходят к делу добросовестно, какие-то нет. По информации дорожного управления, некоторые УК и вовсе не вышли на расчистку снега. Эти нарушения фиксируются через горячую линию добродел. Меры принимает и администрация. К счастью, есть и положительные примеры. Муниципальная компания ДЭС ЖКУ, в управлении которой 500 домов, бросила все силы на борьбу со стихией. Все выходные мы работали. Работало 35 человек дворников. Работало у нас 5-11 тракторов. Чистили внутриквартальные проезды, дороги. Где-то 250 домов мы вычистили, 50% за все это время. И продолжаем очищать. По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще и эту неделю. Правда, таких природных катаклизмов уже не обещают. В любом случае, последствия мощного снегопада будут устранять еще в течение нескольких дней. Наталья Медведева, Михаил Налетов, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Сергей Максимов. Телерадио компания «Щелково». Игорь Поляков, Сергей Максимов.